доброе утро всем удивительно в какая-то группа что это они там делают это по-моему французы да вот тебе пожалуйста нельзя ездить в испанию нельзя есть испанию он целая группа набралась приехали ездят все так же конечно на жесть что творится ну да ладно переживем нашей зоне не так все печально посмотрим как люди школу пойдут я сейчас в общем отработала мне захотелось знаете что шпроты я помню где-то покупала по моему валькампу шпроты я в общем хочу пойти по сейчас посмотреть заехать валькампу вашан там по моему бы могла купить не такие конечно как российские но не знать помельче просто были как-то брала хоть в свое видео лезь у меня есть видео и одно аналоги русской еды в испанских магазинах и вот там я все это снимала я специально искала эти продукты вот и снимала хоть варю лисе ищи где и чё я это все покупала ходят туристы обликом морали скорее бы они уже уехали чтобы пляж на нас на для нас только находился утром было так туманно так облачно а сейчас все нормально как небо голубое 5 красиво 5 хорошо 5 лет алкоголем пениска мартини вот например в артини у нас стоит 789 785 сколько но обычно литровая тут даже какие-то коктейли никуда в жизни здесь не пила коктейли а водка вон там чтобы сориентироваться например вот смирнов 925 стоит 700 миллилитров московская пожалуйста 1345 розовая какая-то такая еще тарисков вы заметили что смотрите все на на русский лад столичная 1375 700 абсолют 165 русский стандарт пожалуйста 1245 ай блин так смешно так что вот так вот такая вот водочка надо в instagram кстати заснять русский стандарт но теперь приступаем к поискам даже не понимаю не помню где они лежали но помню что было где я думаю что где сардины еще может быть это было и меркодона совсем это я щечу смотря где сардин я тут своей тележечкой чтобы мне не сперли вот буду искать но мне точно помню что я брала здесь или не герей где-то брали брала подождите в общем сейчас буду искать если найду написано должно быть аумадас будут смотреть и вам покажу я уже дома первым делом я зажгла духовку и сейчас туда отправлю здесь у меня уже овощи брокколи и цветная капуста я ее поперчила посолила замороженная и сейчас сюда кости положу который у меня мариновали и будет очень вкусно сделаю как бы как пакет что ли а потом открою наверное на 200 градусов минут на 40 и все это отправляется в духовку а вот так я съездила за шпротами вот вчера только буквально с подругой разговаривали она ездит в магазин раз в две недели я не понимаю как так можно не убедишь меня вот мне сегодня захотелось шпроты нет у меня их в холодильнике и еще теперь две недели ждать пока я за покупками поеду нет конечно или хотела купить творожный сыр шоколадный сыр забыла еще мне теперь две недели ждать нет я может завтра может послезавтра опять поеду в магазин поэтому я не знаю или планировать меню так на каждый день ну блин у меня я знаете человек непостоянный я сегодня хочу мясо завтра рыбу и рыбу не такую которую меня в морозилке лежит а другую какую-нибудь поэтому я не понимаю как можно ездить раз в две недели в магазин ну вот хоть убей меня моду сардинами съездила за шпротами сейчас скажу вам что купил и как хочу салат сделать еще знаете такой лиза риса тунца лука зеленого майонеза а кстати майонез у меня есть есть немножко ну хватит вот и для этого не была уверена если у меня тунец или нет купила тунец вот он у нас стоит я даже чек сохранила смотрите нашла тунец у нас 309 стоит здесь шесть баночек и зеленый лук вот такой купила тоже рубль 19 стоит люблю когда одежда пахнет вот прям обожаю у меня знаете клиентка она тоже любительница побольше налить вот эти вот ополаскивателя для белья а тут она мне такая говорит представляешь говорит купил новую машинку в старой у меня лила сколько хотела этого как это называет ополаскивателя а в новой машинке уже так не пойдет там говорит вот такой вот маленький ящичек нальешь туда и все говорит и что делать не знаю одежда горд не так пахнет как я люблю я люблю чтобы одежда вот что все что угодно ну чтоб человек от человека хорошо пахло ну или в крайнем случае вообще от него никак не пахло но ни в коем случае какой-то вот запах пота или еще что-то меня прямо вот и чтобы одежда прям вкусно пахло чистая была знаете вот люблю все эти запахи поэтому ополаскивателя лью много вот этот прям не понравился вкусно пахнет так он у нас стоит он у нас не из дешевых потому что три четыре евро стоит 399 можно и за евро купить и за евро пятьдесят ну вот видите этот 399 зато наверное пахнет вкусно молоко 99 копеек люблю молоко из лидла но в лидл поеду через пару дней вот как молоко закончилась шо теперь мне две недели ждать без молока же нет но вот пока до лидлска мне молоко нравится вот такое всегда покупаю вот такой вот про меня очень нравится но вот у меня там немножечко осталось буквально на завтра купила два пакета по 99 копейка не стоит потом купила крылья крылу крылья вот такие вот это индейки 3 килограмм стоит 325 здесь вот видите на 2 евро вытянула тоже попробую замариновать и пожарить наверное на медленном огне как-нибудь вкусно будет люблю обожаю куриные крылья из курицы я вообще он вчера тоже обсуждали люблю только крылья и ему иногда грудку могу по поесть все остальное не очень люблю потому что все вот эти я вообще жир не перевариваю жир прям вот меня рвотный рефлекс когда попадается жир у меня прям рвотный рефлекс поэтому жирного мяса у меня почти никогда нет это сало в это не включается знаете не люблю какой такой вареный какой-то который мягкий такой жир вот прям ох не любит вообще ничего не люблю жирное чтобы ну понятно да поэтому вот покупаю вот такое мясо это тоже индейка она у нас стоит 7 евро килограмм на 4,79 вытянула хочу тоже его запечь в духовке и делать но только забыла лавашики типа кебаба знаете вот что-то куда не посмотрю все делают эти кебабы по-домашнему тоже хочу сделать но это не сегодня и не завтра это может быть в течение двух недель до какого числа до двадцать девятого так а у нас ой а шо оно тоже все просрачится скоро очень интересно девки пряшут значит пойдет это в заморозку так вот так вот такой вот такой паннакотта вот это вот ну это знаете как чизкек очень вкусный его никогда нету вот сегодня был взяла аж две упаковки она евро шестьдесят девять здесь две штуки типа тортика знаете такой так соломеем уже летом ну так это для комаров это никуда без него каждую ночь включаем он у нас стоит два восемьдесят пять ну и сардины вот такие взяла сейчас себе сделаю бутербродик с огурчиком надеюсь что у меня есть чесночком я знаете как у лука съедаю буду этого лука вот такого съедая вот эту зеленую часть а вот эту белую не очень вот я сейчас взяла вот такие луковички маленькие поэтому можно и срасходовать испанцы вообще дураки они вот эту зеленую часть выбрасывают они едят только вот это а я наоборот вот эту зеленую часть ем вот такая вот фруктов у меня до хрена и больше вот поэтому надо сегодня съесть сливку танкину только она вот тут как-то спелая мягкая а тут еще твердые в общем гранаты наверное уже и мангу поспел да вот это вот уже спел и спел и на двух можно даже в холодильник положить чтобы она остыла остыну да прохладненько было в общем фруктов дофига и больше в общем вот такие у нас планы на день посуду меня вымыты все вещи такая прям все вместе только вот от завтрака у нас тут осталось кое-какой бардак этот завтрак это вот это от всего сейчас от моего мяса в общем ждем мясо а бутербродик можно сделать с сардинками любите бутербродик с сардинками очень вкусно в охоточку не каждый день а раз в полгода или в год вот такой бутербродик получился мне кажется будет вкусно пока там мясо готовится надо подкрепиться а это вот мое мясо с овощами всем приятного аппетита я тут на пляжах приехала смотрите кто-то как-то говорил один раз я вот так засняла мне кто-то в комментарии написал типа пляж пустой чё ты там у нас просто сейчас между зонтиками должна быть соблюдаться дистанция я уже говорила не раз и видите пляж разделен как бы на полосы вот видите первая полоса занята вторая полоса нельзя садиться и вот мы на третьей полосе как получается смотрите видите мало народу и с той стороны с другой также вот это вот в середине полоса вот это вот по ней нужно спускаться чтобы к морю купаться чтобы не вот между вот так переть в общем дистанции соблюдается поэтому мне сюда нравится ездить потому что здесь как бы более-менее безопасно видите три ряда занято то есть на народу до хрена но все соблюдают дистанцию поэтому все замечательно и не страшно там он мои родственники они как раз заняли первое на первое у них очень много не в как очень здесь нельзя больше четырех зонтов ставить еще видите вот поэтому я мне пришлось сзади я думал уже все половину уехали а говорит никто ничего никуда не уехал все еще здесь отдыхают купаются и загорают вот эта женщина например она пока спит я ее засняла она тоже кстати уже можно сказать знакомая потому что я на этот пляж езжу наверное лет десять уже если не больше и вот все те же одни и те же люди приезжают и приходят ну как бы как это сказать-то ну и так же много приезжих ну то всегда на одном и том же вот этих вот я не знаю кто такие знакомые лица а шуток так что вот так вот сидим загораем дома кстати было совершенно прохладно так хорошо вот я даже не думала на пляж ехать а потом думаю посидеть в ютубе я и на пляже могу чем не вот видите вот так нельзя делать как они то есть выше меня еще есть люди которые сидят надо вот по той стороне вот так идти купаться эти тоже здешние местные местные они тоже всю жизнь сюда я вот кстати вот этого девочку видела в животе у этой мамы представляете сколько лет мы тут все одни и те же наблюдаем каждое лето кто рождает кто воспитывает как растут женится так вот жизнь проходит как в киноленте море кстати нагрелось у нас там даже какие-то вертолеты летают с объявлениями хочу же они там объявляют то видите обычно там всякие катамараны или еще что-то отели рекламируют еще сейчас ли что-то рекламируют тоже вот так вот кайфуем дальше короче удивляюсь раньше вот в прошлом году буквально чарли сюда вообще не хотел идти видимо что-то его напугало сейчас я даже без задней мысли обычно вот там вот видите туда поворачивали все он там вот садился и все и ни в какой не шел сюда а сюда а сейчас сам сюда за пошел уже как будто так и надо вообще класс но не здесь нравится потому что здесь по тенечку идешь вот и сейчас мушки нет а потом часов 8 будет такая мушка разе 8 8 сейчас у нас 8 часов 9 полдесятого мушкара такая просто я сейчас по маршруту по той стороне иду на пляж когда ходила вот открыл новый маршрут вот мушкары блин вообще маску надеваешь не от какого-то там вируса еще что-то от мушкары кстати маска у меня вот так я все это прямо сегодня приехал с пляжа и у меня видел и висело белье на террасе и я пошла знаете в душ там приняла в купальнике прямо так классно террасу помыла такой кайф обдувал ветерок мне даже холодно стало я вообще говорю я в мерзлячка я вот сегодня с пляжем на пляже накупалась вода в общем согрелась так быстро вот и наплавала сегодня как никогда вот и когда вышла из моря представляете опять замерзла накрылась этим полотенцем все люди сидят и была там парочка на каждый год к нам ездит он по моему это сейчас скажу откуда блин урландо ирландия же наверное да ну так оттуда откуда-то и вот они как-то приехали представляете потому что наши родственники с ними хорошо общаются и они такие о мы говорим думали что в этом году вы не приедете а я сидела подслушивала они да мы приехали на 11 дней вот не знаю как они приехали и ну и родственники спрашивают как там горит у вас выберет откуда и вот они говорят урландо ирландия наверное они говорят ну ничего нормально а вот смотрите а то здесь у нас сейчас карантин не сегодня завтра закроет вас здесь и не сможете выехать они готовы еще лучше говорят будем на море ходить отдыхать они врачи видимо вот поэтому такая интеллигентная парочка он тем он темнокожий она зефир в шоколаде в общем она белокожая каждый год они приезжают салабриню туда отдыхают как-то добрались видите не как все против испании не приезжайте самолеты не летают но тем не менее все ездят как-то приезжают французы понятно они тут на машине 12 часов они здесь немцев нет вот немцев да нету они там наверное вы знаете у нас с другой страны и лучше они так по черному бухают это пипец какой-то у меня вот просто парикмахерской сдают дом и там вот немцы каждый год приезжает у меня прямо на моей парикмахерской там этот бассейн они там класят музыка трындец капец они у нас вот с отель в отелях с балконов прыгают в бассейн немцев он вот в испании особо не любят туристов именно хотя немного денег оставляют все такое но их не особо не любят потому что они вот по черному пьют спят на пляже потом не только они там там и девочки такие знаете вот они приезжают просто оторваться прям вот они даже по моему не помнят этот свой отдых в общем там и орхи какие-то на пляже все на свете им вообще по барабану иди сделают в общем что в их фантазии там есть потом уезжают к себе домой и как благородные цивилизованные люди продолжают жить но вот здесь отрываются в этом году все молчат потому что их нет немцев потом говорят еще русские пьют это еще другие просто не нации не видели так что всего хватает в этом году от немцев отдыхаем так что вот зато другие говорю вот видите сегодня группа французов нормально сидели отдыхали нет не конечно не сравнить с прошлыми годами но все-таки гуляем это еще мало друзья детей не просто знаете что удивляет сейчас же школа скоро начнутся и родители боятся типа того на водить детей в школу а на этой площадке постоянно 30 40 детей то есть вот так вот на площадке играть они не боятся родители пускать причем они там же родители рядом сидят некоторые без масок вот а если в школу то они боятся водить и такие вот площадки их много детских вот в парке там тоже много детей не просто удивляет зато зато потом они начинают родители эти возмущаться типа как мы поведем своих детей школу если там столько детей будут а то есть вы сейчас они на площадке футбол играют бегают там все какие маски не маски ничего там не нету не средства гигиены валяются на полу бегают прыгают все вместе это они не боятся а в школу ходить боятся странно как-то вот вам сказала почти дошла до дома вышла в город и вот просто каждый раз прохожу мимо этой площадке и думаю все время засниму и покажу как родители боятся детей в школу водить все та же картина после отличной прогулки нужно отдыхать чего вам советую все самое лучшее и всем пока пока